Иисус Христа 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 этот, который портит все отношения в доме. Главная цель между Богом и человеком – это дружеские отношения. Я вам скажу даже больше. Это любовные отношения. Это любовные отношения, потому что Иисус, отец своему сыну, избирает жену, невесту, которая впоследствии станет женой. И очень скоро Иисус придет. Он так ждет, когда он встретится со своей церковью, и ее заберет, и будет праздник, брак Агнца, свадьба будет, брак Агнца и Христа. Разве это не чудесно? И если никакой дружбы не было у человека с Богом, то и никакой любви тоже быть не может. Любовь не может быть внезапно. Всю жизнь ты просто верил в Бога, никогда не поклонялся Ему, не восхищался Ему. И вдруг Он тебя забрал, и ты в любви с Ним находишься. Нет, все начинается уже здесь. Мало-помало. Мало-помало. Знаете, не все верующие будут забраны на небеса в день восхищения. Так Иисус говорил, что пять мудрых дев, они вошли, пять неразумных остались. Но знаете что? Когда Иисус, Он избрал двенадцать учеников, только троих учеников Он взял с собой на гору преображения, где Он преобразился, то есть изменился и показал, кто Он на самом деле. Потому что все люди видели в Нем человека, который ни величия не имеет. Но там, на горе, Он светился сильнее солнца, белые одежды у Него стали белее, чем снег. Лицо Его изменилось, просияло. Он взял троих учеников, а других, другие внизу ждали. Это не говорит о том, что у Иисуса есть VIP. Это говорит о том, это показывает, разграничивает разницу, что есть более жаждущие люди, которые без Иисуса жить не могут. А есть верующие, которые справляются без Иисуса и приходят только, когда беда или проблема. Так вот, послушайте, Иисус этих девять других, которые жили, ночевали там, находились под горой, Он их тоже любил, и Он их тоже забрал на небеса. Он их тоже взял с собой. Но здесь им не хватило ревности просто. Им не хватило жажды. Им не хватило, вот знаете, вот просто тяги к Иисусу. И когда ты видишь, что человек как бы не очень хочет, ты его и не очень-то тянешь. Но ты его так же по-доброму относишься. Так вот, не все люди будут забраны в день восхищения. Я имею в виду в первый заход. Первый заход – это будет забрана церковь. Дай Бог, чтобы мы там оказались. Будут забраны только те, которые любят Иисуса. Потому что Иисус любит всех, но не все Его любят. Так вот, будут забраны те, кто любят Его. Те, кто вот как Мария написано. Она стояла и плакала. Она ждала, когда пройдет эти выходные, когда пройдет суббота, когда, чтобы мне пойти тело Иисуса помазать. Она так хотела увидеть Иисуса, даже мертвое тело. И она пришла и видит гроб пустой. И написано, она стояла и плакала. И вдруг Иисус к ней подходит, она Его не узнала, потому что Иисус изменился после воскресения. Он не выглядел так же, как прежде. Тот образ человека надо забыть. Он Бог. Эммануил. Пророк говорит, что Сын дан нам, и одно из имен Его, Эммануил, что значит, с нами Бог. Вот кто такой Иисус. С нами Бог. И вот Мария стоит и плачет. Иисус подошел к ней. И она говорит. Она подумала, что Он садовник. Ходит и кустики подстригает. Она не узнала Его. И она говорит через слезы. Говорит. Садовник, скажи, если ты взял тело, ты мне отдай Его. Отдай мне мертвого Иисуса. Я так люблю Иисуса. Я не могу жить без Него. Я не вижу будущего без Него. Вот понимаете? Вот Иисус, Он ищет такое. Он не может такое создать. Но Он такое ищет. Ему нравится такое. Когда по Нему таят. Когда по Нему плачет. Потом по Его присутствию. И Он обязательно туда придет. Он же пришел к Марии. К ученикам не пришел. Потому что все. Они думали. Кайки лопу. Финиш. Зе энд. Но Мария стояла. Плакала, плакала, плакала. Иисус подошел. И она говорит. Дай мне тело. И Он ей говорит. Мария. И она узнала голос Его. И она говорит. Учитель. И такая радость ее наполнила. Понимаете? Первый. После воскресения. Это так мощно. Он даже еще к Отцу не вошел. Он пошел к этой женщине. Потому что она так сильно жаждала Его. Просто рыдала и плакала. Вот кого Иисус сегодня ищет. Мы так спешим что-то для Иисуса делать. Даже не познакомившись с Ним. Даже не подружившись с Ним. Даже не влюбившись в Него. Можно ли влюбиться в Иисуса, если сейчас не любишь? Можно. Попросите Его об этом. Чтобы Он открылся. Когда Он откроется вам. Вы так влюбитесь. Так втрескаетесь. Что не будете вообще и видеть смысла в жизни без Него. Я вам точно говорю. Просто попросите, чтобы Он вам открылся. И все. И вы влюбитесь в Него. Почему вы еще не до конца как бы влюбились в Него? Он еще как бы далекий для вас. Потому что Он искаженный для вас. Главная цель между Богом и человеком. Для чего человек был создан Богом. Это дружба. Это отношения. Это разговаривать с Ним. Любить Его. Заботиться о Нем. Помогать Ему. Вдохновлять Его. Обучать Его. Это главная цель Иисуса. Главная цель Бога. Когда Иисус избрал в себе 12 учеников. Он их кормил. Он же думал, что они будут кушать. Он же думал, что они будут пить. Он же думал, что они будут носить какую одежду. И когда Он уходил. Он говорил. Дети. Когда вы были со мной. Вы имели в чем-нибудь нужду? Они говорят. Неа. Видите? Видите? Иисус заботился. Он мыл им ножки. Он так заботился. Он любил своих учеников. Он всех людей любит. Но Он не может твое сердце без тебя изменить. Он открыл свое сердце. Но Он ждет. А кто для Него свое распахнет? Кто просто свое сердце отдаст Иисусу? Вот и все. Поэтому кто-то пойдет во второй заход. От великой скорби придет. Но тоже к Богу. Тоже к Богу. И мое послание сегодня к вам. Если вы не восхитились церковью. Если вы не были забраны. Вы остались на время Антихриста. Да, это плохо. Да, это но, но, но. Это где-то была проблема у вас. Где-то вы были во грехе. Где-то вы вели теплый плотской образ жизни. Но даже тогда, когда вы остались на великую скорбь. Не дай Бог. Но если кто-то останется. Вспомните слова вот эти. Не отчаивайтесь. Бог по-прежнему любит человека. Ничто на сердце Бога не может повлиять, чтобы изменить отношение Бога к человеку. Если Он любит, это на всю вечность. Если Он любит человека. Он будет продолжать творить чудеса. Но это время будет уже для израильского народа. Вы не уехали в своем транспорте. Поэтому вы на другой машине. Вы на какой-то попутке уже поедете. Вы уже не в своем двинулись, транспорте. Не в свое время. Вы уже пойдете. Будет запасной вариант. Вы как бы в запасной варианте пойдете на небеса. С израильским народом. Когда вот эти 144 тысячи выйдут и будут проповедовать Евангелие. Эти иудеи, которые не верят сейчас в Иисуса, как в Мессию. Они будут проповедовать. Будет слава Божья. Многим будут отсекать головы. За Евангелие. За Слово Божье. И они будут приходить на небеса. Не в ад же, конечно. Если, конечно, чип себе не поставят. Запомните. Что бы вам ни говорили. Чип. Никогда не вставляйте себе ни в руку, ни в голову. Это Слово Божье говорит. Откровение 13 глава. Если вам будут говорить пастора или духовные люди. Вы сверяйте со Словом Божьим. Потому что там дух и жизнь. Многие говорят, это всего лишь технологии. Это такой же чип, как и в карточке. Но пусть он будет в карточке, но не у меня в голове. Sorry. Извините. Не надо мне ничего монтировать в голову. Меня Господь запечатал. Запечатлел святым духом. И вставлять мне ничего не надо. И если кто-то будет говорить там, что мы все равно с Богом. Бог нас все равно любит, спасет. То знаете что? Вы искушаете Господа. А Иисус, он не искушал Господа. И на все уловки сатаны он в пустыне не пошел. И он от всего отказался. Для христиан самое сегодня сложное, это просто отказаться. Спасибо, не надо. А давай мы тебя... А нет, спасибо, не надо. А у тебя будет работа, у тебя будет... Нет, спасибо, не надо. Отказывайся. Отказывайся. Не переживай. От Иисуса не отказывайся. От Слова Божьего не отказывайся. Итак, главная цель – это дружба. Не отношение господина и раба, но отношение отца и сына. Вот мы вчера с сыном, со старшим проводили время. Мы просто общались, кушали вместе с ним, ходили, гуляли, разговаривали. У нас было дружеские отношения. Когда он был маленький, я все как бы на маленьком уровне. Теперь он идет почти с меня ростом. Понимаете? Мы с ним уже о взрослых вещах можем каких-то говорить. Это дружба. Несмотря на то, что он мой сын, я его старше в несколько раз. Это не мешает мне с ним дружить. Дружить. Но у нас могут иногда портиться отношения. Нет дружбы и нет мира. Но моя цель – дружить. И так же отец, он с сыном, он дружил. Если отец попросит сына что-то сделать, например, отец попросил сына. Сынок, можешь пойти и спасти людей? Он говорит, без проблем, папа. Это не было рабство. Это не было такого, что какое-то давление на него было. Да, на земле он ощутил, когда весь ад на него восстал, он ощутил давление. Но он помнил любовь отца. Он говорил, папа, ради тебя все сделаю. Не моя воля, но твоя, да будет. Сегодня они радуются на небесах. Иисус сидит в славе. Они смеются. Им счастливы. Они не надсмеиваются. Они смеются. Но надсмеиваются они тоже над грехом, над дьяволом. Они надсмеиваются. То, чего мы боимся, они от этого смеются. Такой вопрос. Кто хотел бы себе друга, который всегда у вас что-то просит? Дай в долг. Он тебе позвонит. Он тебе пойдет с тобой навстречу. И что-то обязательно. Каждый раз будет просить что-то. Вот каждый раз. Он не что-то тебе захочет подарить, дать. А вот такой друг, который всегда что-то просит. Позвони туда. Или сделай вот это. Или постоянные у него просьбы к тебе. Нет? Такого хотите друга? А вам нравится такой друг? Вы общаетесь по душам с таким другом? Он ничего вам не дает, а только извлекает выгоду. То есть, когда он с вами дружит, он преследует свой мотив. Выгода. Ну, скажите, нам не нравятся такие друзья, правильно? Ну, нам не трудно и дать что-то, и благословить, и позвонить, и помочь. Но если это постоянно, то мы не хотим себе таких друзей. Они не являются нашими друзьями. Но мы помогаем, ведь мы же друзья. Мы же, конечно, поможем в тяжелый момент. Но дружба, она не состоит из слова «дай», «помоги». Там что-то постоянно он хочет от тебя. Нет, дружба – это когда вместе встретились, общаетесь. Вам радостно. Вам радостно и вам приятно быть друг с другом. Вы общаетесь. У вас очень, знаете, все гормоны, гормон радости очень сильно задействован. Итак, дьявол хочет поссорить человека с Богом. И ему это удалось в Едемском саду. Адам с Евой поссорились с Богом. Поссорились с Богом. Их отношения порвались, они испортились. Но интересен факт, что Бог никогда не ссорился с человеком. Никогда Бог не ссорился с человеком. Люди ссорятся с Богом. Поссорься с дьяволом. Это нормальная ссора. Так и должно быть. Не то, что там поссорился. Просто его удаляешь. Делит полный. Общайся с Богом. Знаете, невозможно общаться с тем, кого ты не знаешь. Кто тебе не открыт. Он далекий для тебя. Поэтому многие приходят к Богу со словами. Господи, прости, Боженька, прости, Боженька. Это нормально просить прощения. Но жизнь христианина не заключается из просьбы. Жизнь христианина заключается из слова Божьего. Слово Божье говорит. Итак, кто во Христе, тот что? Тот новая тварь. Новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Люди, не читая слова Божьего, научились у других. Боженька, прости, Боженька, прости, Боженька. А тебе Господь в слове говорит. И если слово не является для тебя авторитетом, значит, у тебя всегда будет искаженное представление о Боге. И ты к Нему будешь приходить только с проблемами. Боженька, прости, Боженька, прости, Боженька, помилуй. О общении, о взаимоотношении. Второе Коринфянам, 5.18. Я читаю в современном переводе. А все это от Бога. Который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения. То есть, Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов. И Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Христа. Так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа. Примиритесь с Богом. Мы умоляем вас, апостол Павел пишет. Примиритесь с Богом. Нормальный человек, культурный человек. Но если он не верит в Бога, если он не родился свыше, он находится во вражде с Богом. У него нету дружбы, у него вражда. Почему? Потому что грех живет внутри него. Примириться с Богом – это означает отказаться от греха. Это означает, что Бог пришел в твою жизнь и освободил тебя, и дал тебе новую природу. Если человек хороший, культурный, это не означает, что он пойдет на небеса. Ад наполнен хорошими культурными людьми. И поэтами, и людей искусства, и всяких развитых, и президенты, и короли, и всякие-всякие-всякие люди. Потому что однажды они отказались от Иисуса. Иисус был чем-то маловажным для них. Иисус желает, чтобы мы познали Его реального, такого, как Он есть. Вот почему многие люди говорят, «Я, конечно, верю в Бога, но я не фанат». Очень странно, если муж любит жену, но он не так сильно, не так глубоко. Такой думаешь, наверное, ты все-таки не любишь, раз ты не фанат. Мы же знаем, когда человек влюбляется, что с ним происходит. Он другим становится абсолютно. У него уносит купол. В эстонском есть такое выражение «купеллендис эра» – улетел. Башню сорвало по-русски. Башню. Давид точно с башней был. У него была, знаете, оторвана башня. Потому что он Бога так любил. И знаете, я скажу вам, Давид точно не был попрошайкой. Он был любимцем Бога. И он сделал любимцем, как сказать, любовью своей, сделал Бога. Бога сделал любовью своей. Он отличался от всех. От всех отличался. И Богу это нравилось. Послушайте. Послушайте. Ревность по нему. Ревность по Богу. Приведет к познанию его. Апостол Павел, будучи савлом, ревностно убивал этих сектантов. А потом вдруг оказалось, что он детей Божьих убивает. И с ним пришел, знаете, Бог богов и царь царей. И поговорил. Знаешь что? Видишь? Вооруженное войско. Трудно тебе идти против рожна. Против самого элитного спецназа Бога. Трудно тебе, Павел, идти. И когда он слетел с коня, была встреча. И он вообще-то не понял. Он думал, что у него власть. У него письма. У него печати. У него все. У него он сейчас будет делать, что он хочет. Господь ему щелбан дал. Световой такой, знаете. Он как слетел. И говорит, Господи, я устраиваюсь тебе на работу. Без зарплаты. Без ничего. 24 часа на 7. На всю вечность. Он говорит, кто ты, Господи? И что повелишь мне делать? Повелишь мне делать. С этой секунды он признал Иисуса Господом на всю свою жизнь. На всю свою жизнь. А знаете почему? Потому что он был ревностный. Он верил в Бога неправильно. Он верил, как знал, как научили. Он знал Библию. Он все. Но Иисуса гнал. Распинал этих верующих. Арестовывал. Он себя называет извергом. Извергом. Я наименьший из апостолов. Потому что я гонитель был в церкви. Но ревность по Богу. Ревность по Богу у него была на первом месте. И Бог его просто направил. Он говорит, Павел, ты просто не знаешь меня. Когда Павел понял все, он тут же попросил прощения. Ему было так стыдно, что он делал. И он говорит, все, Господь, я твой навсегда. Я теперь буду правильно в тебя верить. Господь его даже домой забирал. Показывал небеса ему. Отправлял обратно. Именно голод. Проси, чтобы у тебя был голод духовный. Ведет к еде. Именно жажда ведет к воде. И Иисус наша истинная пища и истинное питье. Аминь. Давайте мы сейчас будем молиться. Молиться будем о том, чтобы наши отношения с Богом изменились. Мы больше не грешники. Мы дети Божьи. Ни один грешник на небеса не попадет. Вам нужно поменять статус с грешника на ребенка Божьего. И только так вы попадете на небеса. И даже если вы будете, будучи ребенком Божьим, ошибаться или какие-то грехи совершите, вам будет стыдно, но вы все равно останетесь ребенком Божьим. Вы все равно остаетесь ребенком Божьим. Божьим. Редактор субтитров А.Семкин поис gelmişу.